С воскресным днём, преддверием СМИ праздника Крещения Господня, с великим праздником обрезания крестово из памяти святителя Василия Ильиничного. Сегодня служба, и вчера, вроде бы, в нашем создании, она посвящена прежде всего Василию Ильиничному. И Ему служился по емилеям, пелось величание, счасток мы прославляли. Но праздник великий установлен не ради Василии, а ради обрезания Господа нашего Иисуса Христа. Мы с Вами помним, что обрезание было дано Аврааму, как знак завета с Богом. Ему было велено дано повеление обрезать весь мужской пол и блатенцев с восьмого дня. Вот иудеи на восьмой день совершали этот обряд. И при этом нарицали имя владельца. Да, и мы помним, что Христос, Он подчеркевал, то, если восьмой день приходится и на субботу, то это действие отнюдь не нарушает покой субботы. Является обязательным. И вот владельец Христос, который пришел не нарушить закон, как он сам говорил, а исполнить. И над ним тоже было исполнен обряд обрезания, обрезания. Потому что иначе он, кстати, и не мог бы поведать. Он не был бы принят иудейским обществом. Он был бы как язычник, а не как свой правоверный иудей. Ему дано было то имя, которое было предвещено сначала и Пресвятой Богородице Аркангелом Гавриилом во время Благовещения, а потом и Иосифу Обычнику. Когда он подумал, что обрученная ему дева, она согрешила, и чтоб покрыть ее, он хотел ее дай на листь. Ему возне имелся ангел и сказал ему, чтоб он не стеснялся, не боялся и принял бы Марию, ибо она имеет от Духа Святого. Было сказано, что он наречет имя Иисус, что в переводе значит «Спасите». И это очень важно для нас. Праздник обрезания Господня, он празднуется во время Святого. Да, восьмой день после Рождества. Но Святки это от Рождества до Крещения. И в апостольские времена это все было единый праздник Бога и явления. Апостолы не были свидетелями Рождества Христова. И они прежде всего праздновали, отмечали те события жизни Господа нашего Иисуса Христа, которым они были свидетелями, которыми сами переживали. И для них, конечно, прежде всего был праздник Крещения Бога явлений, когда Сын Божий был явлен всему человечеству. Был явлен тем, что во время Крещения был глаз Божий. Глаз Бога Отца. Сей Сын Мой возлюбленный. Вот. И сознание того, что Христос пришел в мир и как родился, и как вышел на проповедь, в апостолах было все вместе. В последующем эти праздники разделены. И, конечно, знаменательно, что именно в это время и празднуется и великий праздник обрезания Господа нашего Иисуса Христа. Да. Господь пришел исполнить закон. И весь ветхозаветный закон он исполнил. Но вместе с тем он нам дал новый закон. И мы с вами помним и знаем, что на первом апостольском соборе в 49-м году было соборное определение о том, что обращенным из язычников, обращенным то есть не из людей, обрезание не нужно. А для нас вместо обрезания в знак нашего соединения с Господом, в знак нашего отношения с Господом является наше крещение. И вот поэтому вот старая была отодвинута и на первое место вышло наше крещение. И наше крещение, точнее тенше, как наш личный союз с Богом, как в Ветхом Совете было и в крещении Господне. Храни вас все, Господи. Всех с праздниками. Спасибо.